Телекомпания Тагил ТВ приветствует поклонников нашего канала. Сейчас в эфире новости в студии Олег Шкварков. Сегодня в выпуске. Первая экскурсия на ретро-трамвае в качестве новогоднего подарка поездку старшеклассникам школы номер 23 по итогам неформальной встречи организовал глава города. Пока глава семейства в зоне СВО вести быт, оформлять документы и решать иные проблемы, помогают волонтеры. Заявки собирает Центр помощи семьям мобилизованных. Тагильские умельцы одни из лучших в стране. Сразу несколько наград они получили на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир». Первую экскурсию на ретро-трамвай провели для юных тагильчан. В качестве новогоднего подарка поездку старшеклассникам школы номер 23 по итогам неформальной встречи организовал глава города. Среди пассажиров в уникальном трамвае проехала Олеся Культикова. 1722. Под таким символичным номером, под которым истинный тагильчанин, понимая только год основания города, вышел на экскурсионный маршрут ретро-трамвай. Его первые пассажиры, учащиеся школой номер 23, в компании мэра Владислава Пинаева. Самое главное, что у нас в городе появится вот такая для Свердловской области вот такая некая особенность, да, появится некая изюминка, в хорошем понимании этого слова, в виде наших ретро-трамвай, напомню, которые были нам подарены к 300-летию, которые презентовал губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйбышев. Сегодня они начинают свой жизненный путь по улицам города трудовой доблести Нижнего Тагила. Второй ретро-вагон также получил знаковый для истории Нижнего Тагила номер 2022. Трамвай рассчитан на 38 сидячих мест. Они полностью оборудованы под экскурсионную деятельность. В комфортабельных салонах установлены кондиционеры, мониторы, есть USB-зарядка и Wi-Fi. А ретро-облик вагона и интерьер в винтажном стиле служат приятным эстетическим бонусом. У более взрослого поколения пассажиров он явно вызовет ностальгический настрой о временах ушедших, об эпохах, которые пережил город за свою 300-летнюю, насыщенную бурными событиями историю. Вообще трамвайная экскурсия – это популярный туристический продукт в Нижнем Тагиле. Она популярна как и среди туристов, так и среди жителей города. Туристов очень привлекает возможность проехаться, познакомиться с новым для них городом. Что касается жителей города, конечно, эта экскурсия популярна среди школьных классов. Особенно в мае, когда идет период выпускных мероприятий и последних звонков. Вагон прокатил школьников по кольцу третьего маршрута. Во время поездки ребятам устроили обзорную экскурсию по историческим местам. В качестве ответного жеста ученики подарили главе города и сотрудникам Центра развития туризма елочные шары, сделанные своими руками и письма с новогодними пожеланиями. Экскурсия очень понравилась, узнал много нового. Больше всего понравилась, когда рассказывали о музеях. Ну, в общем, история Тагила. Я хочу сказать большое спасибо Владиславу Юрьевичу Пинаеву за такое мини-путешествие, которое помогает узнать Тагил вообще не только самим жителям, но и приезжим. Поездка была очень интересная, очень познавательная и, самое главное, комфортная. Ретро-трамваи, по словам главы города, будут принципиально экскурсионными. На сегодняшний день у Тагильского трамвая и Центра развития туризма появились заявки на эти вагоны. В планах пустить оба трамвая по самым востребованному туристов маршрутом. Кольцевому номер 3 до музея бронетанковой техники Уралвагонзавода и дома музея Черепановых на Вензе. О сколько мир открытий чудных готовит юным тагильчанам. Не поскользнуться, не упасть и выбрать правильный путь. Им помогают не только опытные взрослые, но и ровесники, которые сами пример для подражания. В Нижне-Тагильском филиале Свердловского областного медицинского колледжа прошел молодежный форум «Здоровый образ жизни. Альтернативы нет». О чем волонтеры говорили со студентами в нашем репортаже. Молодость и ветер в голове, а вокруг так много непознанного и в том числе вредного. Максимализм подталкивает пробовать и в такие моменты о последствиях думать как-то не хочется. Для тех, кто еще только начал закладывать фундамент привычек и образа жизни, в Нижне-Тагильском филиале областного медицинского колледжа провели молодежный форум. «Здоровье – это комплекс мероприятий. И вот улыбаясь, наверное, через улыбку, но тем не менее, ребята, вы должны четко понимать, вы – будущее нашей страны. Вот вы для себя это должны отложить. Вам завтра вершить судьбу нашей Родины. В разных должностях, в разной ситуации. Но тем не менее, действительно, вы – все будущие родители. У нас должны родиться здоровые дети. И вы должны помнить в этом всегда». В форуме «Здоровый образ жизни. Альтернативы нет» приняли участие около 150 студентов в медиках и учащихся сотой школы. На секциях поговорили о вреде курения, профилактике ВИЧ, правильном питании и пользе скандинавской ходьбы. Организаторы форума отмечают, что им, как педагогам, не всегда просто выстроить контакт со студентами из-за разницы в возрасте. Но выход нашли. «Стараться это делать не руками педагогов, а привлекать сюда молодежь. То есть, чтобы вот как раз принцип равный равному, он выполнялся. Тогда им интереснее друг другом, им интереснее друг другом разговаривать, понимать друг друга проще. Поэтому вот мы еще и используем здесь работу волонтеров. То есть, они тоже будут принимать участие в проведении мастер-класса. К сожалению, сейчас очень много заболевших людей. У нас очень много проблем и сейчас очень сложные ситуации. И в первую очередь, чтобы обезопасить себя, своих близких и родных, нужно заботиться о своем здоровье. Мы будем объяснять детям помладше, как первую помощь показывать на людях. И вот, как бы я считаю, это очень важно, так как бывают разные ситуации в жизни. И мы сталкиваемся с разными ситуациями. И мне кажется, каждый человек должен уметь оказывать первую помощь. Мы проводим классные часы по заболеваниям, мы им все рассказываем, говорим про филактику. И постоянно с ними ведем разговоры различные. Так что, я думаю, это очень полезно для нынешней молодежи. С такими классными часами волонтеры-медики планируют посетить другие образовательные учреждения нашего города. Все российские. На визит главы Нижнего Тагила. В Большом гостеприимном доме Владислав Пинаев пообщался с родителями и их детьми. Рассказал о жизни города. А также поздравил с выдвижением на награждение орденом «Родительская слава». Глава подарил юбилейное издание книги, посвященное 300-летию Нижнего Тагила. И помощника по хозяйству. Робот-пылесос. С огромным удовольствием познакомился с великолепной семьей, дружной семьей, номинированной на столь высокое звание родительской славы. Поэтому буду верить, что наша семья удостоена будет данной награды. Даже в этом не сомневаюсь, потому что они не просто заслуживают, они вдвойне, втройне, в десятерне заслуживают именно вот таких высоких почестей и высоких званий. Глава семейства Юрий Александрович трудится на Евраз-НТМК, мастером механической мастерской. Светлана Владимировна – кладовщиком на железнодорожном вокзале. Именно руководство Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» подготовило ходатайство о выдвижении многодетной семьи Байковых. Супруги знакомы со школьной скамье. Но их общая история началась с творческой подготовки свадьбы друзей, на которую Юрий и Светлана были приглашены свидетелями. Я хотела 11 детей, но когда уже дети стали рождаться, мы поняли, что это достаточно сложно, и, слава Богу, сейчас есть шесть. Но трудно или нет, это с Божьей помощью потихонечку мы все это решаем, постепенно помогаем друг другу, дети нам помогают, родители поддерживают. Юрий и Светлана на собственном примере прививают младшему поколению активную жизненную позицию и нравственные ценности. Старший сын Владислав живет и трудится в Санкт-Петербурге, остальные – в родном городе. Ольга выбрала профессию воспитателя, а Андрей в этом году вернулся из армии и пошел по стопам отца на НТМК. Павел, Алексей и Тимофей радуют домочадцев успехами в учебе. Они все у нас музыкальную школу закончили, по две специальности. Ну, тема еще заканчивает. Музыка, надеюсь, им поможет в жизни, потому что всю жизнь как-то вот с маленького, со старшего начали с трех лет заниматься, и до сих пор еще музыкальная школа. Я вот считала, 24-й год я хожу в музыкальную школу с детьми, хотя у самой не было возможности обучаться. Все семейство Байковых совместно трудятся над завершением строительства дома, в котором живут. Также они любят проводить время за подготовкой и организацией праздников. Например, к Новому году родители и дети всегда устраивают сценки и планируют совместные игры. В случае победы в федеральном конкурсе многодетная семья получит медаль ордена «Родительская слава» и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Мужья, отцы и кормильцы пока не в зоне специальной военной операции. Вести быт, оформлять документы, да и просто теплыми словами оставшимся на хозяйстве женщинам помогают волонтеры. За два месяца существования Центра помощи семьям, мобилизованных, они выполнили более 250 заявок. Вместе с добровольцами семью Погодиных посетила наша съемочная группа. Муж уехал в августе 20-го числа. Уехали в командировку, должны были вернуться в ноябре. Но так как где сейчас они находятся, там военное положение, как нам объяснили старшего командующего здесь, в Зато Свободном, оттянулось на бессрочный срок. Когда вернуться, как был, ну уже числа не знают. Связь поддерживаем, вчера буквально созванивались. Ну, связь такая, жив-здоров, как дома, все хорошо, все, вот, все, до связи. Пока муж находится в зоне проведения специальной военной операции, на плечи Татьяны Погодиной легла забота о доме, трех детях и собаке. Не так давно семья переехала в новую квартиру, поэтому дел в жилище много. Перевезла с другой квартиры шведскую стенку детям и привезли стеллаж. Сидела, думала, как все это буду делать. Ну, вот вспомнила, что все-таки, как бы, можно обратиться в штаб по помощи мобилизированных. Позвонила, и мне сказали, вот буквально вчера позвонила, сегодня уже приехали и оказывают помощь. Добровольцы установили шведскую стенку и собрали стеллаж для Погодиных. Волонтеры городского центра помощи семьям мобилизованных тагильчан выручают не только с бытовыми делами, но и развозят продуктовые наборы, подгузники для малышей, консультируют по оформлению необходимых документов. Важно понимать, что эти семьи, они, ну, не по своей воле в такой ситуации оказались. Может, по какой-то субъективной оценке может казаться, что они не нуждаются в этом. Но на самом деле нужно помогать всем, потому что, ну, в такой ситуации оказались, оказались неожиданно. Ну и, соответственно, вот первое время, как минимум, пока вот эта вся машина бюрократическая с бумагами разберется, мы как раз должны вот именно стать таким буфером, который поможет семьям вот это время протянуть до выплат. Татьяна делится, что когда есть необходимость, детей на себя берут родственники. А иногда помощь приходит от совсем незнакомых людей. Водитель таксиста возил, ну, разговорились, я говорю, мне надо резину на машине поменять. Он мне говорит, записывай номер телефона, нужно будет съездить. Я говорю, звони, я приеду, помогу, все. Я говорю, что-то должна буду? Он говорит, нет, не должна. Если бы, говорит, была возможность, ну, молодой человек был, 20 лет, говорит, если была бы возможность, я бы сейчас поехала, так же бы защищала нас. Кто, если не мы? В то время, пока большинство тагильчан заняты приготовлениями к Новому году, главное желание, которое загадывают Погодины, отметить праздник всей семьей. Родственники говорят, ты же привыкла, что он, допустим, дня 3-4 у тебя отсутствует дома. Я говорю, ну, вы не понимаете, что такое дня 3-4, я, допустим, точно знаю, что он в пятницу, он приехал домой, и в выходные он с семьей. А здесь вот он уехал, и все, его вот четвертый месяц дома нет. И это к этому привыкнуть, ну, вот, ну, никак нельзя, что нет человека, вот, то его нету рядом. Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Митинг, посвященный памятной датке, состоялся у монумента тагильчанам, героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы на улице Победы. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций, школьники. Мало городов Российской Федерации, которые могут гордиться таким количеством настоящих героев, героев Советского Союза, России. Но сегодня я хотел бы вспомнить и современных героев, вспомнить тех ребят, которые отдали свою жизнь уже в современное время, освобождая Донбасс от черной чумы. Вспомнить тех, кто сегодня на передовой. Благодаря нашим ребятам, славен город Нижний Тагил, светлая память нашим предкам и успехов и победы нашим ребятам сегодня. Память бойцам, отдавшим жизнь за Родину, почтили минутой молчания. Состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу, на котором увековечены имена 27 героев Советского Союза и 8 полных кавалеров Ордена Славы. Таким образом отмечены заслуги жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны. На митинге прозвучали патриотические песни. Помочь определиться с призванием могут родственники кумиры или психолог. Наталья Юрлова стала очередным гостем профориентационного проекта медиа-центра 56-й школы серия продуктивных встреч «Профайл Персона». Почему свои сеансы сравнивает с работой детектива, знают наши корреспонденты. Начинается с одного, а раскручивая беседу с человеком, начинаешь понимать, что вообще проблема совсем другого. И сам человек порой не понимает, что он пришел в другую проблему. То есть в каждом случае это по сути вот такой вот детективный кейс, который нужно решить, понять и помочь самому человеку разобраться. Разбираться в конфликтах Наталья Юрлова начала еще в школе, когда две ее подруги ссорились, а ей приходилось их мирить. Тогда и возник интерес к личности человека. Своё призвание, признается, нашла сразу, потому что получила два высших образования – философское и психологическое. Сегодня делиться с подростками, им важно ответить для себя на три главных вопроса – что я хочу, что я могу и что надо. Что я хочу – это, естественно, то, где лежит сфера моих интересов. То есть что мне интересно в этой жизни, что бы я хотела узнать, где развиваться. Что я могу, какие у нас есть способности, уже вы неплохо знаете, да, где у вас лучше получается в математике или в русском, или в химии. И что надо, то есть какие профессии востребованы на рынке, куда. Это тоже немаловажно, да, потому что одно время у нас было очень много юристов и экономистов, которые не могли устроиться. Потому что не нужно было стране столько юристов и экономистов. Наталья Юрлова – педагог-психолог муниципальной службы практической психологии. Также там есть логопед и дефектолог. Помощь не оказывают всем желающим до 18 лет бесплатно и анонимно. У нас в службе есть дефектолог в штате, логопед. Ну, вы понимаете, да, что очень часто родители обращаются в службу по поводу его неуспешности в обучении. Получается учиться, мой родитель. В этом случае, конечно, нужно, чтобы посмотрели эти специалисты. Могопед, он посмотрит лечевое развитие ребенка, дефектолог, интеллектуальное развитие. Ну, так, более глубоко, чем психолог. Как относиться к тестам в глянцевых журналах и интернете? Кому нужно посещать психолога? Стоит ли искать помощь по телефону доверия? Делились с гостью учащиеся 56-й школы и впечатлениями от просмотра фильмов. Мне очень понравилась эта встреча. Я считаю, что такие очень нужны, потому что обсуждаются довольно важные темы для сдачи экзаменов и вообще для подростков в целом. Сдевались темы психологии и обычной жизни. Это мне тоже очень понравилось. Мой вопрос был связан с фильмом, который я недавно смотрела, в котором женщина-детектив могла определять ложь или некоторую... Ну, занервничал человек или сталка себя как-то выдавать. Она могла это определить с помощью жестов, привычек. И я спросила у профессионального психолога, возможно ли это в реальной жизни и что, можно ли практиковать такую сферу. Мне всегда нравится с молодежью встречаться. И я считаю, что наша молодежь – это лучшее, потому что они настолько интересуются всеми происходящими в жизни вещами. Они очень многогранны. У них возможность общаться с большим количеством информации. И у них есть потребность в получении этой информации. Мне кажется, она даже выше, чем у многих предыдущих поколений. Проект серии продуктивных встреч «Профайл Персона» в медиа-центре 56-й школы запустил в феврале. До психолога в гостях у школьников уже успели побывать журналист, патологоанатом и актер. С этого года наш проект немножко совсем преобразился. Для того, чтобы как можно больше ребят могло участвовать в дискуссии с гостями, которых мы приглашаем, мы сделали такой ящик для вопросов на первом этаже. То есть те ребята, которые, может быть, стесняются что-то спросить, может быть, как-то считают, что их вопрос будет глупый или неуместный, они могут написать свой вопрос, положить в этот ящик, и он будет озвучен на встрече с гостем. В январе по желанию учащихся 56-й школы проект серии продуктивных встреч «Профайл Персона» посетить ведущий городских мероприятий. ГИБДД города провела рейд такси. Инспекторы уделили внимание соблюдению правил дорожного движения самими водителями и техническому состоянию транспортных средств. Нарушителей привлекли к ответственности. ГИБДД «Профайл Персона» Водители относятся с пониманием. Кто-то говорит, что почаще проводите данные мероприятия. Только положительные нужны. Надо с дороги убирать конкретно бомбил. А то он с утра слесарь или металлург, а вечером он уставший таксист. Но это не работает. Славян наш город на умельцев разных. Проекты тагильских мастеров получили сразу несколько наград на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир». Чем удивили жюри конкурса наши земляки в следующем репортаже. В условиях жесткой конкуренции шесть туристических сувениров Нижнего Тагила были по достоинству оценены в национальном финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Среди них проект «Лики народов Урала». Представившая его студентка Ксения Зуева заняла третье место в номинации «Событийный сувенир». В сувенирной серии «Лики народов Урала» изображены женщины, потому что женщина – она более яркий носитель этнического кода, народности. То есть она носила как раз украшения, больше орнаментов и так далее. То есть если у мужчин, к примеру, это была просто рубашка, то у женщины уже был головной убор, сережки какие-нибудь, кулоны и так далее. Ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проходил со 2 по 4 декабря в городе Киров. В финал были отобраны 688 сувениров, из которых 22 – изделия тагильских мастеров. Очень приятно, что помимо тех, кто у нас уже постоянно участвует, это мастера, нас принимают активное участие с прошлого года еще и студенты, то есть тоже в разных номинациях, студенты колледжа, которые представляют, можно сказать, такое новое видение, молодежное видение туристического сувенира, образ города, айдентика нашего региона. Гран-при конкурса удостоились сразу два представленных тагильских сувенира. Магнитный пазл 300 лет Нижнему Тагилу в номинации «Сувенир события» от Центра развития туризма города Нижний Тагил и «Тагильский поднос». Первое место занял подарочный набор «Тагильское пиво» в номинации «Гастрономический сувенир напитки». Еще одно третье место заняла тагильская студентка Анастасия Сергеева с работой «Индустриальные дети» в номинации «Линейка туристических сувениров городом». Предметное-беспредметное. Эта выставка Нижнетагильского музея изобразительного искусства побывала в залах Российской академии художеств в Москве. Она посвящена 300-летию города. В экспозиции собраны работы тагильских художников. На их встрече в неформальной обстановке в стенах музея побывала и наша съемочная группа. Покорили Москву. Экспозиция из 84 работ тагильских мастеров в живописи вернулась из Российской академии художеств, в залах которой она была представлена. Тема и художественные произведения вызвали большой интерес у москвичей. И в период проведения ее посетили около 6 тысяч человек. Это не второй, но тоже очень мощный такой триумф, который мы испытали. С академией мы дружим, участвуем в публикациях, журналах, книг, как искусствоведы пишем статьи. И вот вторую экспозицию, коллекцию мы показали в залах академии. Первая была в 2006 году коллекция нашего музея картин Павла Константиновича Голубятникова. А сегодня выставка предметная, беспредметная тагильских художников. Вот среза как бы за последние 30 лет. Музей изобразительных искусств – неформальная встреча заслуживших похвалу художников. От администрации города – благодарственные письма. От учащихся Нижнетагильского колледжа искусств – камерная обстановка. Мы доказали в течение всего года, на что мы способны. Это и фестиваль театров «Мамы городов», это музыкальный приваговский форум, безусловно, экспозиция в Москве. Поэтому работать с такими коллективами, как наши, оно удовольствие. Тематический диапазон работ широк – от абстрактного экспрессионизма до измененных форм. Одно из произведений, представленных в экспозиции – работа тагильского художника Рифата Мамутова. Она попала в коллекцию музея из еще одного масштабного регионального проекта. У меня работа выполнена в технике пастель, называется «У пристани». Эта работа попала в коллекцию музея нашего Нижнетагильского. С такого достаточно тоже большого проекта, в котором я принимал очень активное участие. Холдинг Евраз «Идеи город друзей» и с этой выставки музей приобрел мою работу. Вот таким образом она попала в коллекцию музея и ее решили показать в этом проекте. Каждому, кто принимал участие в создании проекта «Предметное и беспредметное» подарили каталог со всеми представленными произведениями. Дальнейшие планы пока не разглашают. Новый проект с тагильскими художниками можно будет увидеть весной. Потепление идет на Средний Урал вместе со снегопадами. Осадки, по прогнозу синоптиков, начнутся в субботу. Температура что днем, что ночью в ближайшие дни поднимется выше минус 10 градусов по Цельсию. Дорожным службам опять работа, а все вместе наслаждаемся красотой белоснежных нарядов природы. Всего доброго!